Кинематограф – один из видов искусства, который на протяжении всего периода существования не терял популярности. Сначала как новинка, позже заслужив авторитет как хороший вид досуга. История белорусского кино началась немного позже, однако свой вклад в эту индустрию наша страна сделала достойной. От первого игрового фильма Юрия Тарича «Лесная быль» до последних новинок, каждая лента буквально пропитана особым духом нашего народа. Неподдельность – это та черта отечественного кино, которая отличает его от мировых аналогов. Сегодня брестская публика с удовольствием посещает и белорусские, и зарубежные премьеры. Кинотеатры области не пустуют. Одной из идей для того, чтобы как-то положительно провести время, расслабиться, у нас в городе является именно кино. Так как на сегодня кино, оно очень интересно, невзирая на возрастные категории. От маленьких детей, начиная от 6+, заканчивая людьми более преклонного возраста, так как возрастные категории привлекают. Кино – это магия, оно завораживает всех от мала до велика. Проследить киноэпоху гостям праздника помогла тематическая выставка, которая позволила наглядно следить весь период развития. Камеры, киновидеопередатчики, видеопроигрыватели. Как мало времени прошло, а как все поменялось. Но представить большую индустрию без ее ярких представителей актеров просто невозможно. Благодаря их труду литературные образы получили реальное воплощение. Белорусское кино сегодня динамично развивается. Мы это можем видеть по годам, что с каждым годом все больше и больше фильмов попадает и в мировые, и в европейские фестивали, где их смотрят, где их отсматривают. Ну, я думаю, что это будет и так дальше прогрессировать. Говоря о белорусском кино, нельзя забывать и о тех, кто делает ленты доступными для просмотра, кто организует показы, кто создает комфортные условия. Все эти люди в праздничный день в зале. Юбилейная дата – повод сказать спасибо всем тем, кто трудится в системе киновидеопроката. Грамоты и дипломы – это знак внимания и благодарность за верность профессии. Удалось сохранить 14 кинотеатров в области, два из которых находятся у нас в городе Бресте. На сегодня 8 из них уже оцифровано. Кинотеатры пользуются популярностью. В 2020 году, согласно нашей программе «Культура Беларуси», районы-центры, такие как Ганцевичи, Дорогичин и Ляховичи, будут удостоены приобретения нового оборудования, что позволит показывать новинки мирового кинопроката. Кстати, к 95-летию белорусского кино у входа в один из самых популярных брестских кинотеатров, в кинотеатр «Беларусь» появилась новая тематическая велопарковка. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Сейчас идет обсуждение темы открытия здесь дополнительного зрительного зала. Кинотеатр «Беларусь» у нас уже трехзальный, кинотеатр «Мир» у нас однозальный. Если все у нас получится, я думаю, что в следующем году, когда будем отмечать 96 лет белорусского кино, мы будем говорить, что кинотеатр «Беларусь» у нас уже четырехзальный, а кинотеатр «Мир» у нас двухзальный. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.